Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1241, Событие дня. Псалом 21, 20. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорога, услышав, избавь меня, буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Объявление об умершей сестре. Дети остались, сказали, надо помочь. Я напечатал тут, как мне сказали. Все у нее тут прошло, и поминки. Вот такое объявление. Сергей Матюшкин. Спаси Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Я давно слежу за вашей жизнью на Ютубе. Смотрю вас каждый день. Все про вас знаю. Скачал все ваши книги. Вы мне очень нравитесь. Помоги вам Господь на вашем поприще. И помолитесь обо мне грешным, Сергей. Благослови его Господи. С молитвенной памятью о вас, брат во Христе Сергей. Ну, дальше я... Вчера мы написали, что вот это... Едут в гробу Господню. Там вроде Бог лучше слышит. Это все обман. Нигде об этом не сказано. И наоборот даже, говорит, что ищете живого среди мертвых. Как раз про это место и говорится, где гроб-то. Там искать нечего. А где ты есть, говорит? Бог ищет поклонников в духе истине. И вот так назвали ролик. Ну, тут спрашивают книги. Я ответил. Вот. Что-то тут наши бы говорили. Я переписку всю кладу сюда, чтобы посмотрели. Наши тут ночью беседовали. Я все сюда снимаю. Сохранить. Что-то беседуют тут. Куда-то неженатые, чтобы были. Я просчитал и не все понял даже. Потому что система повторяет предыдущее, что было сказано. А меня надо убирать. Да и времени нет. Что означает юноша теперь? Вот. В духовном плане. Ну, и понимать надо и буквально. Вот дальше Вячеслав пишет. Наталья пишет. У Елены. Тут Елена одна. Как у волны морской. Как она принять крещение в Потеряевке хочет? Не понимаю. Евангельские христиане. Вот спрашивают. Крышка всем, кто не так, не по Евангелию. А у вас и скажу он. А у вас неправильно. Ну, надо еще можно сказать. Он не верит. Все будет говорить, которое не так. Галатам 1.8. Даже ангел с неба. Анафема. А я буду разбирать. Да этих сезисов конца края нет. Мне зачем их разбирать-то? Все это безумие. Безумие. Кто не имеет сына? Не имеет отца. Не имеет отца, значит. Хоть как-то его отца называй. А его нету. Потому что сына не принял, что умер за грехи наши. И мне никак не понятно. Как можно отрицать воскресение Христа, когда речь идет об искуплении? Ну, явное дело, что это сатана мучает людей. Не принимать, что Христос умер за грехи людей. А переписки все исказили. Какая переписка? А ее сто раз переписывают. То есть, ничего не знают. Вот у коровы, когда ходит она по лесу, чтобы не заблудилась. И такой глухим звуком, не как колокольчик вешает, а называется ботало. Вот так человек ботало болтает языком. Он не знает еще. А там исказили. Ну, у тебя оригинал есть? Сравнил? Нет, конечно. Ну, почему? Ну, ты не написан на небе. Не вписан в книгу жизни. Вот и весь ответ. Больше ничего. И тебя ничем не переубедить. Почему? Ты будешь все время искать прописку в аду. Раз там тебя нету на небе, а что ты будешь считать? Сатана крутит, как хочет. Ни поста настоящего во имя Иисуса Христа, ни молитвы во имя Иисуса Христа нету. И поэтому они тезисы. Да можно написать их много. Иван пишет, пророк и сын Божий. Или какой-то Шабир, Али, ну, проще. Это если будет посмотреть. На меня наседает это позор таким христианам. Считается у них лучшим исламистским богословом. Богослово. Бог ослов. Богослов, говорит, это Бог ослов-то. В оступающем на диспутах. Христос воскресе. Савина пишется. Что Мария родила без семеней. Одна спросила. Я сказала, конечно, верю. Она сказала мне, что это невозможно. Где можно найти, чтобы ее и выслать? А Евангелие... Где написано про это? Спаси Христос. Я отвечаю. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. Все девы в очреве примет и родит сына, нарекут имя Эммануил. Что значит с нами Бог? Вот. Исайя 7.14, Мафия 1.23. Роман тут про Невска ушел. Он стал Алексеем. Правильно. Архимадриты тут все это. Паисий, Святогорец. Нельзя убивать врагов. Ну и дальше еще тут они беседуют. Я это тоже взял. Кому надо, поинтересуется. Петр Михайлов здесь. Что Иерей, Парта Иерей разбирает. Считать у меня не буду. Алексей какой-то. Я подписался на ваш канал. Спасибо Господу, что есть такие люди, как вы. Сейчас в наше время очень тяжело найти духовника. Так как все, ну или почти все, искусились деньгами. Я имею в виду священников и всю патриархию. Я верующий человек и очень почитаю нашего Господа, владыку всей земли. Мне очень хотелось бы с вами пообщаться на многие темы. Если вы, конечно, не против. Вы настолько толково и правильно все говорите. Я полностью с вами согласен. Дело-то в общем. На этой нужной маленькой... А, это я дальше уже объясняю. Переменить картинку надо было бы. Ну вот и все. Ну, посмотреть на наши ресурсы. Это вот сегодня выставили. Ответы на вопросы под номером два. Вот оно появилось. События. Что если более ранние, интересно, ролики вставляю. Их тут нету, не видать. То есть уже время какое-то прошло. Недели две. Их ставишь, они тут не видно. А вот тут есть такой владелец. А там нажмешь. Гость. Гость. Подписчик там. У них там это видать. Новые ролики, которые идут с запозданием. По-другому никак. Ничего нет. Ну, все. Дальше у нас... Что здесь есть? Форум. Вот он, форум. Большой форум. 1600 с лишним тем. Ну и вот тут фильм показать. Попросили. Гластво пьющего в пустыне. Или второе крещение Руси. Так вот. Это фильм Малашина. Юрий Николаевич, режиссер. Ограниченный доступ. Почему неизвестно ограниченный доступ? Не знаю даже. Как это... Почему? Ограниченный доступ. Не знаю. Картинки доступ. Нельзя оставлять комментарий. Ну, тут это и понятно. Нельзя. А почему здесь нельзя? А вот скачать. Тут есть такая функция. Вот я ее нажал. Может быть, скачает. По-новому загрузить сюда. Не удалось найти ссылки. Ну, что сказать на это. Не удалось найти ссылки. Все, когда на этом. Так вот. Вазу до съемка. А я тебе Déjà. Я либо с почвану. Это нормально. Это не дар. Это нормально. Я так же. Это не безопасно. Продолжение следует...